Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. На собеседник.ру я обратил внимание на одну публикацию, довольно интересную. Все дело в том, что 4 декабря, пишут, была премия за развитие российского интернета. Значит, и премию за развитие российского интернета, как вы думаете, кто получил? Раз, 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 раз. Росгвардия. Премию за развитие российского интернета получила Росгвардия. Значит, друзья, я могу сказать, что, ну, по крайней мере, для меня название было довольно интересным и странным, чтобы получать, прочитать, точнее, саму статью. Росгвардия стала лауреатом премии Рунета 2020 года. Премия Рунета. То есть, это за вклад в развитие российского интернета. Значительный вклад ведомства в развитие российского сегмента интернета жюри конкурса увидела в категории государства и общества. Как объясняет Тейджорнл, причиной присуждения этой награды силовому ведомству стало его шоу на иностранном видеохостинге YouTube. Программа «Проверка на прочность» якобы получила положительный отклик интернет-аудитории. Особенно организаторы отметили ее вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи. То бишь, значит, Росгвардия и на YouTube программа «Проверка на прочность», я ни разу не слышал об этой программе, значит, действительно получила премию за развитие российского интернета. Значит, в этой передаче российские звезды пробуют себя в роли военных и выполняют различные действия в форме и с оружием. Значит, этот, соответственно, эта передача и канал, на котором размещена эта передача записи, выпуски, значит, канал имеет 62 тысячи подписчиков. 62 тысячи подписчиков. Самое популярное видео с Иваном Ахлобыстиным набрало всего 28 тысяч просмотров, пишет собеседник. А некоторые ролики не набрали и 10 тысяч просмотров. Но при этом, значит, вот эти ролики, за эти ролики Росгвардия получила премию за развитие российского интернета. Не знаю, мне кажется, довольно странно. Значит, также в этой номинации призы получили Федеральная налоговая служба, друзья, Благотворительный фонд Константина Хабенского, Медиалогия и Департамент предпринимательства и инновационного развития мэрии Москвы. Да, вы знаете, конечно, конечно, это вызывает вопросы по меньшей мере и такую неоднозначную реакцию, я бы так сказал. Ну вот один человек прокомментировал, давайте прочитаем, Анатолий Мирошник пишет, Наверное, поэтому в последнее время интернет стал как замороженный. Сегодня даже почта не открывается. Напичкали сайты никчемной рекламой, огромными картинками, жрущими трафик. В общем, похоже, все делается, чтобы у потребителя вырабатывался рвотный рефлекс, как на телевизор. Ну вот мнение Анатолия Мирошника. Друзья, интересно ваше мнение, что вы думаете по этому поводу. Вообще, знаете ли вы и слышали, что есть такая премия за развитие российского интернета, Рунета? Ну и как вы относитесь к тому, что премию за развитие Рунета получила Росгвардия, Федеральная налоговая служба и Департамент предпринимательства и инновационного развития мэрии Москвы? С вами был Будда Гришна, друзья. Подписывайтесь на мой основной канал, на котором мы с вами находимся. Канал второй новостной Будда Гришна новости 24. Значит, канал о саморазвитии Будда Гришна Live. И добавляйте в Инстаграм Будда Гришна нижняя почерка неофишал. Всем пока, друзья. До встречи.